Областные власти утверждают, медицинская сфера региона готова к реформам, а вопрос здравоохранения является одним из приоритетных. В профильном департаменте, говорят, уже выбрали направление, в котором будет проходить реформирование. Основная цель реформы – это модернизация самой системы здравоохранения и создание гарантированных условий для населения на получение качественной медицинской помощи, желательно приближаясь, конечно, к европейским стандартам. Основной площадкой и платформой будущей модернизации является сохранение трёхуровневой системы медицинской помощи, которая изначально существует у нас в области. Директор областного департамента здравоохранения отметил, что реформирование первого уровня системы в области уже успешно проведено. Было создано 32 первичных центра медико-санитарной помощи в каждом районе и городе областного значения. В этих центрах юридически и функционально сосредоточены все врачебные и фельдшерские подразделения, которые действуют на конкретных территориях. В рамках реформы второго уровня системы предполагается создать 10 межрайонных объединений больниц. Таким образом появятся госпитальные округа. На эту больницу завязаны все абсолютно службы не только одного района, но и всех тех районов, которые войдут в нескольких, в госпитальный округ. Действующее законодательство позволяет передать целевые субвенции из районов, условно называемых второго эшелона, для этой головной больницы интенсивного лечения, дабы люди там получили максимально качественную и в полном объеме помощь при ургентных ситуациях, акушерско-гинекологического профиля, травматология, политравмы. Третий уровень системы – специализированная сеть медучреждений областного подчинения, по мнению Александра Галацана, должна сохраниться. Но ее необходимо усилить за счет внедрения современных технологий. В свою очередь губернатор Харьковской области Игорь Райнин напомнил, в этом году из бюджета региона на развитие медицинской сферы были направлены рекордные 70 миллионов гривен. Речь идет о, скажем так, укреплении материальной и технической базы областных клиник и закупке медицинского оборудования, включая и автомобили скорой помощи. Областные чиновники говорят, важным компонентом реформы должна стать реорганизация медучреждений в неприбыльные коммунальные предприятия охраны здоровья.